сегодня находимся с вами на территории компании мини агро украина город чернигов посмотрим один из самых популярных мини-тракторов сколько доступно сегодня мини-трактор для обычного рядового потребителя например такого как я у меня мотоблок мотоблок бензиновый но если например я планирую себе расширить обрабатываемые площадя то мотоблока мало поэтому надо будет брать мини-трактор но вот если вы сегодня стоите перед выбором какой из тракторов покупать на какой бюджет рассчитывать вот самый популярный самый обсуждаемый мини-трактор это шикен 240 чем он примечатель это не переделка из мотоблока то есть я хотел бы это подчеркнуть то есть тут уже идет двигатель тракторный да тут идет временная передача вот но тем не менее двигатель идет тракторный на 24 лошадиных сил обратите внимание пожалуйста двигатель должен быть 138 2 это полноценные 24 лошадиных силы сто тридцать восемь тире два тогда это полноценные 24 лошадиных сил потому что очень многие продавцы решат тем что ставят там на 22 на 20 лошадиных сил и выдают это за 24 лошадиных сил чем примечательно в принципе тут уже про завод по просьбе на моих наших покупателей изменил немножко конструкцию хотя есть и предыдущий конструкции трактора это когда радиатор находится сбоку но для большего распространения для больше для более удобного используем оператора тракториста перенесли радиатор вперед ну так как 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 бы и должно быть да и ва и безопаснее и удобнее удобнее намного давайте поднимем капот вот радиатор идет у нас радиатор небольшой его достаточно дело в том что радиатор вот а это бачок это это расширительный бачок расширительный бачок это это радиатор вот так об этом достаточно мощный и что примечательно это временной так поэтому трактор скажем при езде это повышенная вибрация для того чтобы смягчить чтоб вас не колотило так вот ну целый день на тракторе поработай и это достаточно тяжелый труд лично я сам знаю об этом вот идут рессоры две рессоры впереди они намного смягчают идет по более плавный ход обычно здесь все наглухо намертво сделано здесь же стоят рессоры да да то есть опять таки повторяюсь это не переделка из мотоблока то есть и еще вот сразу видим шкивы до 33 ручья до и 3 ременных передач и сама что обеспечивает не пробуксовку это короткая именно не на весь трактор как мы привыкли в мод переделка мотоблока полтора полтора метра ремни максимально короткая именно передача то есть она и три ремня она обеспечивает не пробуксов ну может видели когда у него либо один либо два либо три ремня 33 ремня 4 еще и шлейка но это для дополнительного то есть еще четвертый да так здесь четыре ремня стоит сейчас то есть три ремня получается 3 а 4 4 это вообще принципе он предназначен для есть ну для отдельного не маленький скажем так далеко не маленький генератор передача 3 плюс 1 то есть что это значит это при повышенных три пониженных и 1 назад понижена это назад повышен удобно очень переключают повороты все под рулем как машине интуитивно до интуитивно все понятно что понятно то есть место оператора не надо тянуть далеко на пальчиком до чтоб легче его принципе он на самом деле а кб достаточно для тоже можно его зарести и без декомпрессора но с декомпрессором естественно намного легче там намного но вообще он крутанет даже акб хватает для того чтобы крутануть движок даже без даже без декомпрессора масса мы вот смотрим какой мощный задний мост да ну видно толщина моста мощность моста чулки какие то есть это же я согласен ты точно навес кого отбора мощности вал отбора мощности на одну скорость 540 на принципе ее хватает лично у меня у самого шефинг трехцилиндровый 540 вот так с головой хватает тысяч оборотов нужно только на специфическое оборудование но здесь вот я вижу уже уже толще чем 2 миллиметра 2 сантиметра здесь наверно 22 миллиметра будет толщина металла толщина вот эти из для этой серии то есть не надо ничего мудровать уже трех . в наличии абсолютно к работе не надо еще мудровать и вы знаете что мне действительно нравится в этих корпорациях и знаете называют такие трактора продав за то есть тебе потом человек не звонит там сервис на гарантийные так гарантийные случаи там то полетел то полетел если не без этого вот будем обретел человек достаточно откровенный не буду рассказывать что вот там продали тысячу тракторов и не было вообще никаких было один раз что помпа завоздушилась вот действительно ну это да это такое было и один раз были раньше предыдущие модели вот подойдем к этой тут получается клапан он отошел просто крышка да крышка клапана и он начинает у нас был случай когда человек после работы в зимний период пришел захотел слить воду приоткрыл крышку вот так вот и оставил вот так оставил открыл воду и ушел а он не заметил то что здесь мембранка отсладилась это у старого китайского трактора 30-летнего отсладилась мембранка и прилипла к трубке крышку-то снял но вода так и не слилась на утро у него блок треснул беда беда был такой случай да то есть открыли крышку проверили открылась ли ну будьте осторожны потому что при открытии там же же всегда горячая вода вот немаловажный нюанс видел на ю тубе неоднократно когда покупают здоровый китайский трактора потом идут в строительный магазин покупают сюда инструментальный ящик пластиковый и крепят его на саморезе насквозь через крыло здесь же уже все все уже предусмотрено окрашена все в цвет трактора очень очень классно положил документы положил аккуратно телефон через какие-то там уплотняющие прокладочки чтобы телефон здесь не болтался закрыл на маленький замок и ушел себе своим делам плюс например чтобы меньше дребезжа вот эта вся конструкция да потому что все-таки трактор это повышенная вибрация вот например стяжка более скажем других моделей там 244 или 354 вот вот это вот такая планка это дополнительно расширительный бачок под гидравлю очень очень интересное решение согласитесь то есть сюда бывает такое что насос то сам поднимает мощности насоса гидравлю не хватает объема масла не может вот пожалуйста решение в комплекте с трактором такая трубка штуцер подсоединил включил все у тебя трактор по сути вот друзья встречал такое решение я встречал такое решение на автокемперах когда на крыше автокемпера если такая вот труба и там просто набирается вода набирается вода и даже в движении если труба окрашена в черный свет то вода нагревается для нужды отдыхающих так и здесь вот вам если маловато гидравлической жидкости то есть масло вот вам дополнительная емкость 10 литров наверное 10 точно по месяцу я думал это просто бампер это по факту это противовес я думал это бампер и думал что он просто как как бачок думал пустотелый а это оказывается полноценный металл это полноценный металл это вот всегда когда я смотрел мини трактора вот китайские дашь то у них вот такие вот бампера я думал ну ну с виду реально он выглядит как баг за счет вот этих вот таких вот в ребра но по факту это противовес вот очень классный нюанс то есть если бы тракторах побольше здесь вот регулируемые такие противовесы то здесь он просто незаметен окрашен и эстетически это выглядит очень достойно и противовесы задних колес это огромный плюс на самом деле они тяжелые то есть они обеспечивают достаточно хорошую сцепку да хорошую сцепку землей ну вот казалось бы небольшой нюанс но это только на первый взгляд потому что я как-то столкнулся с поиском противовесов на задние колеса трактора мтз-юмз это очень большая редкость продают некомплектные наборы то есть два противовеса на второе колесо проблематично идти а представьте себе если вы находите противовес находите вы по объявлениям противовес и хотите приобрести но они находятся в другой области или в другом городе представьте себе цену пересылки транспортной компании это очень дорого здесь же это все в наличии очень достойный вариант и вот даже если взять более дорогие модификации взять дон фенга да взять ну или другие там марки неважно трехцилиндровый как правило на 80 случаях против они идут без противовеса задних колес а чтобы докупить их там цена может варьироваться там минимум там о две с половиной тысячи гривен и до 5000 зависимости от актера веса противовеса ну короче нюансов достаточно много ну то есть это сразу идет экономика это внимание ну и то же самому что-то придумать это практически невозможно потому что это заводское литье и чтобы вы не сюда не повесили не центрированная она будет вам приводит к дисбалансу задних колес здесь же все с завода и очень даже неплохо сделано поэтому придет поломкам коробки это у вас резина моментально задние съедается ну то есть ну это такой то лучше тут уже вообще без них есть еще такой вот приятный момент насос отключается то есть гидравлика да вот выключение и еще идет дополнительно фиксатор нарезки то есть подняли зафиксировали да ну если он если есть необходимость он то принципе сам держит но если например действительно какой-то или же например наоборот опустили зафиксировали тоже тоже немаловажно скажем так конечно же полноприводник трехцилиндровый но но если учитывать фактор цена качество если есть необходимость у вас там грубо говоря там 10-15 соток и вам вы не планируете зарабатывать по другим людям походить то этот трактор идеальная замена мотоблоку да однозначно потому что это очень тяжело с мотоблоком например целый день походить за ним то есть это огромная нагрузка на спину знаю ходил вот поэтому и большой плюс это замена мототрактор объясню почему прежде всего это качество исполнения с этой техникой вы проблем знать не будет это ну просто по опыту по опыту лично и того вердикт какой у нас по цене по ценовой 96000 зависимости от комплектации понимаю что может быть сейчас кому-то покажешься сюда вот можно принципе там купить там мототрактор за 70000 но поймите правильно лучше купить один раз но это будет вещь это будет то что вам прослужит просто десятилетие плюс еще немоважный фактор сюда идет не вот это детское мотобочное оборудование уже полноценное настоящее тракторное оборудование то есть та же самая сажалка та же самая и так далее то есть грубо говоря сюда можно на этот уже мини трактор полноценный можно оборудовать обычное навесное тракторное оборудование то есть вы берете сажалку обычную двухрядную польскую например да вот или выберете пух ну сюда лучше желательно это задние это неполный привод 2 по 20 или 1 по 30 будет достаточно и тут все зависимости от того какая у вас почва на какую глубину пашки друзья хотел еще разнакомить 200 240 эта техника на тот случай когда у вас нету потребности зарабатывать на этом тракторе когда у вас есть желание в любое время завел трактор пошел обработать свой огород свой свое поле посадил картошку выкопал картошку вот например как у меня выехал мотоблоком в любое время когда у меня есть выходной день или когда у меня есть желание или даже просто настроение или когда мне позволяет погода я выбираю сам не ищу не бегаю по соседям не нанимаю выехал сам обработал столько сколько сколько мне нужно устал или надоело заехал в гараж обратно вот на этот случай вот нужен такой мини трактор когда он будет работать для вас и вашей семьи на мой рост метр 76 ну по-моему в самый раз приятный бонус людям с ростом повыше я думаю будет здесь ну там вот за метр 85 думаю будет неудобно супа для ног потому что смотрите видите есть еще пространство между коленями и рулем вот педаль газа педаль тормоза педаль сцепления декомпрессор видите так вот болтается его будет где-то закрепить чуть-чуть подогнуть эту эту рукоятку на вот на себя самый раз вот обзор все понятно зеркала лопухи даже неплохие открыли положили документы положили телефон передние колеса 60 на 12 такие практически как у нас на мотор сече стоит задние 7 и 5 на 20 и того цена друзья 90 с плюсом тысяч выбор за вами друзья нахожусь все там же на территории компании мини агро украина здесь представлена не только мини техника трактора трактора а также и навесное оборудование фрезы разнообразные лопата отвал маленький прицеп сажалки опрыскиватели и копалку что сейчас очень актуально это копалка друзья оставлю контактные данные под описание под видео кому интересно остановите ролик сразу посмотрите на визитку также по сервису по запчастям можно обращаться компанию мини агро украина значит условия покупки можно за наличный безналичный расчет также можно приобрести кредит лизинг то есть выбор вариантов покупки огромный и то есть созданы максимально комфортные условия для вашей и разные финансовые инструменты чтобы вы приобрели данные очень очень классно когда у человека например на счету деньги хранятся ему не нужно снимать ехать в банк снимать вести эту кучу денег с собой просто пришел с карты провел безналичный расчет и уехал на своем тракторе мы даже проводим возможность такая что человек заказывать технику это достаточно распространенная практика человек заказал технику мы привезли домой не мы не требуем предоплат никаких абсолютно запомните любая дайте денег предоплата за транспортировку либо за что-либо это повод задуматься то есть мы работаем по факту привезли технику товар деньги то есть никогда не вносите ни на каких условиях даже на самых заманчивых предоплат у компании постоянно в наличии имени трактора и навесное оборудование а также сервисное гарантийное и после гарантийное обслуживание друзья контакты компании оставлю в описании под роликом с вами был андрей и до новых встреч всем удачи покажите